здравствуйте друзья в этой серии расскажу про возможный вариант ремонта делителя напряжения который стоит в блоке управления двигателем и расскажу про то как я сделал фаркоп в конце видео вставлю сделал небольшую вставку это на будущее забег немножко вперед на все вопросы будут ответы вот но хочу как бы небольшой такой анонс сделать смотрите до конца приятного просмотра приехал как-то вечером и сначала вылезла черепашка потом ошибка по 1 на 15 вот и машина перестала заводиться разобрал ну я знаю что за ошибка ну насколько помню что это опять уплыл делитель разобрал вот попробовал покрутить резистор в одну сторону другую сторону не помогло потерял где-то минут 30 замерз но и на буксире машину дотащили домой здесь в общем я что сделал раскрутил это все еще раз крутанул в какой-то там почти что крайнее положение движок этого резистора стала появляться ошибка p1 b08 что означает что слишком высокая напряжение то есть p1 а 15 означает что низкое напряжение до медленно идет зарядка конденсатора который здесь стоит вот а p1 b08 что слишком высокая на нем напряжение то есть я перекрутил немножко вернул другое положение все машина начала заряжаться начала ездить я вот крышечка прижал ездил какое-то время вот еще заметил что вот этот провод от который идет он как-то сильно тут шатается мне кажется он отвалился от вибрации или отпаялся и отвалился поэтому то опять ошибка буду снимать этот блок и разбираться вот такое вот временное решение вывел резистор вот наживил здесь чтобы меньше пыли летел на сейчас зима сейчас уже лед везде снег и пыли не так много можно сказать вообще нет ничего страшно не будет вот и в таком режиме машина работает вот пробовал этот резистор туда помещать внутрь сразу слышу щелчок контактор какой-то срабатывает и выходит ошибка не пойму то ли вот когда провода перегибаются там что-то получается то ли в нем самом то ли может какие-то наводки идут не знаю в таком режиме работает вот надо сейчас разобраться что к чему и понять менять плату не менять есть на другой блок но там ведь какая проблема разъем не доехал целости и сохранности поэтому ну блин долго придется тут либо как-то разбирать разъем менять его либо внутри отсоединяйте с того блока ставить или плату на которой делитель стоит плату заменить дальше все разобрал от мере сопротивление так 0 здесь здесь бесконечности где-то обрыв это обрыв на нашел ребята то место вот провод отвалился от резистора припаял посмотрите получается вот руками зажимаю ведь я не создаю помеха для измерения вот теперь здесь 90 кило он должны быть то есть вот это было обломилась но вот от вибрации наверно если контакт пропадал машина останавливалась потом вот я там видимо утром пошевелил и проездил окном целый день вечером начал ковырять опять поломал ну понятно было что что-то там что-то не то где тут то есть то нет как бы ну ерунда как я думал где-то провод бывает что обламывается оказался здесь все ребят запаял вот два проводочка 2 пластовых постарался тут по максимум защитить их нато отваливали от его из-за вибрации вот ну теперь собираю пойдем тестировать ребят делают фаркоп это вид снизу съемная часть на мою машину нельзя устанавливать фаркоп поэтому будет съемный то есть когда мне нужно прицеп я ставлю эту часть с шаром прицеплю прицепает когда прицеп не нужен я сниму и все это не должно быть видно осталось установить померить как что будет потом здесь делаю так боковушки привариваю сверлю отверстие для крепления болтами и все сейчас пойду установлю посмотрим как что получилось такая конструкция из двух профильных труб 20 на 40 толщина стенки по моему тройка вот здесь уголок на просверлил отверстие токарь сделал шайба можно другому было решение здесь я понимаю излишне то есть я здесь приварил пластину просверлил отверстие для крепежа здесь штатное отверстие в машине для крепления двигателя те же болты буду использовать вот можно было взять вот этот уголок вот у него вот так вот за все запилить согнуть и использовать току а вот нам нету пришлось их сваривать чтобы получить такую конструкцию куда бы вкладываться выдвижная часть и крепится я теперь уже сделал из кто будет делать то имейте ввиду можно все проще сделать гораздо проще вот так это выглядит снизу вот правая сторона прикручена дальше здесь вот прикручена к месту крепления подрамника здесь вот аккумулятор свинцовый двенадцати вольтовый стоит вот так это вид снизу здесь вот место крепления подрамника здесь вот аккумулятор свинцовый двенадцати вольтовый стоит вот один болтик в петле и вот он второй все село отлично видите тут ничего не торчит то есть когда будет снят фаркоп то ничего видно не будет метка есть уже по ней ну так получится мне кажется немножко шар наклонен в сторону машины расстояние можно регулировать можно несколько отверстий сделать и двигать девять тут у нас не в равны я думал по метке вот по этой сделала пойдет сейчас пойдут на прицепе еще проверю как то получится по расстоянию готов фаркоп просверлил отверстие сейчас поеду болтики куплю тут шпильку пришлось из расхода здесь я что добавил две косынки для усиления вот и где шар тоже косынку поставил как говорится закосынил все готов сейчас убираю отсюда устанавливаю думаю завтра уже пойду ну тестировать все ребята вот так он выглядит окончательно фаркоп стоит будет из двух частей сейчас пойду устанавливать вот если бы делать его не из двух частей не разъем можно было здесь вот начинает крепление двигателя до таких две профильных трубы сделать также сделать крюк вот уголок здесь зафиксировать вот такая простая конструкция но мне нужен был съемка поэтому я сделал такой вариант все иду устанавливать вчера поставил посмотрел он блин хорошо что он закрывает только вот регион а потом смотрю елка зеленый а он не посередине на 5 сантиметров сместился смотрю теперь как это скажется но мне надо материала перевозить поэтому я быстро не передела поэтому поеду так потом будем исправлять косяк вам вот так получается видите левое зеркало все по габаритам прицеп а вот правое зеркало но там сантиметров 5-6 на глаз не знаю торчит вот как-то так материал пролежал на монтаже довольно долго по моему мнению надо его выпускать и переходить к следующей теме которая здесь была это отопитель опять с ним беда ну все расскажу подробнее то надо отдельную серию снять здесь не буду ничего говорить просто в виде анонса смотрите дальше тут особенности установки расскажу то что удалось узнать по опыту и по информации с интернету здесь все расскажу ну в следующих сериях все вам всего доброго спасибо за просмотр ребят первые метры даже вот уже один километр проехал первый километр на вот этой машине болен сток все по-другому прикольно вот так это со стороны водителя выглядит